Из аэропорта прямо в университет. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев свою рабочую программу начал со знакомства с главным политехническим вузом региона. Федеральному гостю представили новую кафедру ветроэнергетики, которая заработала в мае прошлого года. Эксперт также посетил лабораторию Митсубиши Электрик и ознакомился с возможностями радиотехнической кафедры. Именно на этом направлении готовят кадры для предприятий оборонно-промышленного комплекса. А на этих кадрах лаборатория инновационных образовательных технологий. Здесь бакалавры и магистры моделируют роботов. Одна из последних студенческих работ «Киборг» сделана с помощью 3D-принтера. После экскурсии первый заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности принял участие в пленарном заседании 52-й научной конференции. Профессора ученых совета, педагогический состав подвели итоги научной деятельности института за 2017 год. Мы уже третий год за счет регионального бюджета и поддержки нашего губернатора Сергея Ивановича Морозова ежегодно набираем на направлении строительный факультет управления и эксплуатации жилищно-коммунальным комплексом по 50 бакалавров и 10 магистров. Свободный диалог Владимир Гутенев выстроил со студенческим активом вуза. Молодежь не скупилась на вопросы гостю. Разговор касался как учебного процесса, так и к примеру мировых экономических трендов. Гутенев в свою очередь успел рассказать факты из личной биографии и вспомнить студенческие годы. Защитил кандидатскую, докторскую, порядка 60 патентов, порядка 320 публикаций, около 50 учебников. Но завершилось все это закрытой государственной премией за разработку вооружения и военной техники. И было еще две правительственные премии. В конце встречи гостю вручили символ политехнического университета – САВУ. Как отмечает сам Владимир Гутенев, вуз покоряет сумасшедшей историей, которой гордится преподавательский состав университета и Ульяновская область в целом. Традиционно университет является основным поставщиком для предприятий реального сектора инженерного и руководящего состава. Очень впечатлило наличие 14 базовых кафедр, что я крайне редко встречал, причем встречал в каких-то ведущих федеральных университетах. Очень широкая география зарубежных студентов тоже впечатлила. В качестве рекомендаций федеральный эксперт советовал руководству вуза интенсивнее прорабатывать вопрос участия в общероссийских профильных олимпиадах. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.